Постапокалиптично весьма. Все, можем поливать. Настоящий хороший чай вставлять еще до того, как ты его попил. По звуку он шуметь начнет. Можно палец засовывать. Ну кстати, так я тоже иногда делал. Принцип много не мало, нам еще обратно 20 км ехать. Он заварится настолько сильно, что перестанет выливаться через дозик от плотности и придется пиалкой черпать прямо сверху. Вроде как он обычно тонизирующий, но я не почувствовал, чтобы он тонизировал. Возможно, надо было больше сыпать, возможно, надо было дольше пить. В следующий раз попробую обязательно. Итак, мы выехали на старую финскую дорогу. Здесь можно ехать. Местами она мощенная камнями, здесь пока еще их не очень много. По-прежнему лужи. Придется нырять. Оп. Вот они, камушки. Ну что, друзья, я навострился снимать на ходу. Все, можем поливать. Так, мы нашли вход на заброшенную военную базу или что-то такое. Мы несколько раз уже проезжали мимо, но сейчас мы заедем внутрь и посмотрим, что там происходит. Немножко напоминает кадры с какой-нибудь Припяти. Постапокалиптично весьма. Мы нашли какой-то туннель, колодец и подъем наверх. Там что-то типа путей старых. Сейчас будем пробовать туда пробираться. У вас хорошо получается. Старайтесь. Отлично. Привет, друзья. Мы выбрались в заброшенную военную базу на старой финской дороге, где-то в районе Кузьмолова, для того, чтобы поснимать, просто покататься на велосипедах и поснимать ответы на вопросы из YouTube. Потому что у нас вышло уже несколько роликов, и там понакидали несколько интересных комментариев. И сейчас мы начнем на них отвечать. Вопрос от SunforgivenOne. Видел на разных обзорах китайских отчая, как жуют чайный лист деревьям. Что они этим хотят понять? Горчинку или сладость? Или что-то иное? Да, есть такой прием, когда действительно жуют чайный лист. Что именно они там понимают, я не знаю, но обычно мастера отвечают на такое, что по опыту. То есть они готовность чая в процессе ферментации или в процессе обжарки тоже говорят. Ну, попробуешь, поймешь. Когда из года в год этим занимаешься, начинаешь понимать. Также я слышал от мастеров, которые очень давно именно торговлей чая занимаются, что они стараются определять не тем, что его попили, потому что они уже в возрасте, и они не могут выпивать по 100 чаев в день в сезон. Они стараются максимально визуально определять, по аромату, и некоторые, да, могут на вкус попробовать чайный лист. Итак, мы добрались до Кузьмоловского карьера по финской дороге. Тут пока очень населенный спот, и мы двигаемся дальше вверх по скале, по горе, по утесу, по холму, для того, чтобы найти более уединенное место. Надеюсь, что людям будет лень туда карабкаться. Мы продолжаем искать все более и более уединенное место. Так, еще один. Чем хуже дорога, тем меньше людей. Итак, мы сейчас добрались до спота, нашли местечко, которое не очень ветрено, и нету кучи людей, мотоциклов, играющих в музыке. И будем сейчас делать чай аутентичным способом. Кипятить его вот в таком вот чайнике, видавшем виды, на углях. Вот, сейчас мы разожжем небольшой костерок, сделаем угли и поставим на них чайник. А потом сварим на нем пуэрский, и поотвечаем еще немного на вопросы. Тоже на сосновых иголках любишь? Да, у меня всегда либо береста, либо иголки, но в последнее время из-за того, что я в Карелии, иголки доминируют. Да, с берестой там грустно. Просто при всем, казалось бы, примитизме метода, там нужны особые палки и, по возможности, еще веревочка. А у меня, по-моему, ни хрена не получилось по итогу. У меня тоже. Итак, друзья, у нас с собой есть и угушу, наш самый любимый, еще самый первый бачи, то, что нам приходили в Питер. Я их еще с тех времен вылеживаюся дома. Также у нас вот этот вот чайник. Поскольку нам не на что его вешать, и мы не будем ничего сооружать, мы сейчас в костре раскопаем ямку, когда он немножко прогорит, и просто поставим его на угли. Зальем туда немножко водички и сварим чаек. Кажется, как будто уже можно начинать. Да. Так. Будет дымная нотка. У меня в носу точно. Так. 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 Будем надеяться, наш суперэкспресс-метод сработает. Но дымную нотку он точно обеспечен. Может быть, еще даже горячую воду. Но это не точно. Потом, если я испачкаю штаны в араксовой пасти, в комментариях... Я вот думаю, что не очень понятно, когда он закипит, потому что у нас тут жар достаточно сомнительный. Ну, на самом деле, по этому чайнику обычно проще всего определить, подняв крышку, и там обычно видно пузырики, там, джемчужные нити, вот это все. Пока он что-то не особо собирается, судя по всему. Не, не, но он нагревается, по крайней мере. Вот. А дальше там по звуку он шуметь начнет. Можно палец засовывать. Ну, кстати, так я тоже иногда делал. Особенно, когда вода еще не очень горячая, ты пытаешься понять, он вообще нагревается или нет. Погнали. Отлично. Куда бы его поставить теперь? Поближе. Вот так, неустойчиво. Вот сюда поставим. Отлично. Так. Ну что, друзья, помните, сколько я вам рассказывал о том, что китайский чай всегда в пыли, в грязи. Китайцы, антисанитария, все дела. Сегодня это не важно. Сегодня мы не будем его промывать. Потому что говорят, что если ты ехал по лужам с крыльями, то твои баллы замороченности на сегодня уже потрачены. Продезинфицируются. Сыпем на глаз. Принцип много, не мало. Нам еще обратно 20 км ехать. Ну что, мы засыпали. У нас есть полные чашки, золы, шметков дров и песка с Кузьмоловского карьера. Они отлично дополняют непромытый пуэр. Поставим его еще немножко на угольки, чтобы еще больше дымной нотки было. Опа. Вопрос от Саши Нестеренко 5635. А будет ли про производство шайхуна видео? Итак, мы как раз, когда были на горе, нам рассказывал и наш СГ, фермер с Суху, и жена капитана Пуэра с Мансуна, что они делают шайхун. Но, к сожалению, мы не попали на сам процесс производства. Почему? Потому что шайхун его как раз-таки делают с более позднего сырья. А это был еще конец, как бы, ранневесеннего сырья. Несмотря на то, что это апрель, вы спросите, почему ранневесеннее сырье в апреле? А потому что со старых деревьев, особенно высоко в горах, оно может в апреле чуть ли не первый урожай давать. Вот. И поэтому с первых, вот с этих ранних сборов, с них всегда делают шен. А если делают шайхун, то только по специальному заказу каких-нибудь северян, которые очень захотели. Так что, глядишь, в следующий раз, когда мы поедем в Юнань попозже, мы сможем лицезреть, как таки производится шайхун. Это будет очень интересно. Мы проверили, насколько настоялся чай, и пока что вообще не крепко, но очень вкусно. Я недавно буквально пил и ушко, и она не так круто раскрывается при обычной заварке в Гайване. Вот. Но это костер, дымок, все дела, живой огонь, вся и прочая эзотерика. Так вот, я думаю, что в плане силы заварки единственное, чего можно опасаться, это только то, что он заварится настолько сильно, что перестанет выливаться через носик от плотности, и придется пиалкой черпать прямо сверху. Ты настоящий хороший чай вставлять еще до того, как ты его попил. Прикольный у него носик такой маленький. Да, удобно. Вот, да, я говорю, с котелком, в эти маленькие пиалки я замучился наливать. Вот это прям плюс чайника в том, что в отличие от котелка, у него есть носик, у него есть и ручка, у него есть и крышка, ну так бы, для заваривания самое то. Очень хорошо. Что-то суперокруглый путь, может, конечно, магия Бонаквы, но мне кажется, это все-таки карьера костер делают. Дадим ему еще покипеть. Это дымная нота, которую дал костер и ушки, сразу напомнила Бирму, которую мы недавно снимали как раз, и она прям флешбеки навевает. Кстати, знаешь, можно было его перемешать внутри чайника, потому что у него есть какой-то прикол, он не всегда равномерно на стой там распределяется, я не знаю почему. Еще один вопрос от San Forgiven One. А весенний сбор, это какой период по месяцам? Правда, что есть праздник весенний Цинмин, и после него начинается сбор, но есть небольшой сбор до этого праздника, и чай ценится еще больше. Да, все правильно, если мы говорим про юнаньские чаи, ну и про все остальные, то есть доцинминовский сбор, Цинмин у нас 4 апреля стабильно, и, соответственно, иногда сбор начинается даже в конце февраля, это зависит от конкретного региона, от того, насколько он южный, от того, какая высота по горам, и от того, насколько старое дерево. Ну, поскольку это вопрос и под юнаньским видео, мы сейчас говорим про юнань больше. И потом идет пост-цинминовский чай, то, что после 4 апреля собирается, часто там еще дожди начинаются в какой-то момент, и есть такой перерыв в сборе, и потом опять чай идет. Но это очень сильно все завязано на погоду, но по факту вот растение всю зиму копит заряд, и потом по весне вот первые почки, что оно выдает, они самые алкалоидные, самые насыщенные, самые сладкие, и вкус такой более тонкий. Ну и потом тоже на самом деле чай хорош, но у него уже немножко другие свойства, и конкретно в шенах это более заметно, и поэтому с него уже больше делают шайхун, а ближе к лету уже его и вовсе начинают в шуху ферментировать. Итак, друзья, мы выпили чайник, литровые ушки, заваренные в сметану. Я никакого эффекта вообще не почувствовал. Вроде как он обычно тонизирующий, но я не почувствовал, чтобы он тонизировал. Несмотря на то, что мы его варили долго еще, потом стоял на костре, вот достаивал вот так, чтобы прям побурлить, побурлить, побурлить. Вот. Не знаю, возможно, надо было больше сыпать, возможно, надо было дольше пить. Следующий раз попробуем обязательно. Так, комментарий из YouTube очередной от ЯЯЗАЯТ6206. Чел, бросай под чем бы ты ни был. Ну, друзья, единственное, что я могу бросить, это вот этот вот пакетик с чаем. Но если наша аудитория просит, то не вопрос. Вот. Но также мне еще придется бросить витаминки, минералы, ежовик гребенчатый и всякие разные адаптогенчики типа Женьшеня, ежи с ними. К сожалению, остальные вещи меня уже не интересуют, ибо данный набор кофеиново-адаптогенно-минерально-витаминных веществ делает меня достаточно бодрым и позитивным. Вот. Поэтому на самом деле буду придерживаться своего рациона и в дальнейшем. Вот. А вы, если будете пить хороший чай и нормально по утрам ежиться, там, пробежки, велосипедики, салатики, все дела, то тоже будете чувствовать себя хорошо. И люди будут спрашивать вас, чем вы упороты. И считайте это комплиментом. Привет, очно! V V V L L L L Продолжение следует...